Поехали. Эта игра сейчас скоро закончится. Мы... Скажем так, прямой эфир, думаю, кончится минуты через две. Мы за это время не успеем дойти. Вот так. А не, я не видел ничего, гусь. Просто обычно в матче двух хаоситов мало кто умирает. Это, это, это же некая мета. Хотя вот лосс уже пошел неплохо. Вообще команда лока, знаете, набрала жирка. Я имею ввиду, что у лока уже вроде как какие-то скилзы есть, что-то работает. Команда выглядит не так плохо, как раньше. Слушайте, прям... Осталось только набрать полезные навыки на двух силовичков. То есть им там и тентакли нужны, и все остальное. Есть, конечно, одна вещь, которую лока не делает. Не блицует коровой. Это грешновато, ребята. Как бы не доверяешь корове, будешь наказан. Проблема в том, что у Хохи всего одна МБ Клавса. То есть, если рассматривать этот матч чисто с точки зрения животной игры, лока должен выигрывать без проблем. Сегодня день зеркал? Нет, так получается. Я тоже жду гусь. Я жду, а он все не приходит. Ну да, вот приятно иметь силовую Клавсу, которая может делать это с одним ассистом в Биг Гая. То есть, вот лока реально на порядок проще избить Хоху, чем наоборот. Честно говоря, я бы в этом матче поставил бы на лока. Вот глядя изначальную картину, видя монетку, я бы поставил бы на лока. Такой очень аккуратный блиц. Даже не коровой. Я так каждый раз буду говорить теперь. Вот понимаете, Ситар? Ситар сразу корову всегда отправляет в бой. А Хаосу вообще не нужен Биг Гай, на мой взгляд. Хаос хорош тем, что он намного раньше становится убивательной командой, чем Нургли. И при этом Хаосу не надо заниматься... Ну, как бы у Хаоса прокачка намного проще. Пока ты будешь качать воинов Нургла, ты 10 раз затрахаешься. А когда ты будешь качать воинов Хаоса, ими даже мечи можно таскать и ничего не бояться. Не знаю. Ситар не всегда появляется по первому зову. Пытается красиво играть Хоха, там всякие проталкивания, ассисты. Клавса опять говорит, не сегодня. Но она в бой идти доигралась. Ну, Ситар неправильно сыграл. Надо было просто как животное пытаться до упора выбивать этого. Надо было бить дерево, пока дерево не умрет. А по итогу получилось, что дерево било корову, пока корова не умрет. Но вообще, если честно, Ситар там плохо сыграл. Типа, корова должна контрить эльфов, а не дерево. Как бы это странно ни звучало, раз у нее тентакли. А Ситар избрал какой-то свой русский путь. Предвали. Ну вот, попали, попали Хаосита в ловушку. Я имею ввиду, что Лока раздает халяву. Много халявы дали Лока. Лока ее реализует. Я бы сейчас залетал бы в Агилу на самом деле. То есть, вот этого парня надо снять ударом, а к ловсой уехать убить Агилу. Да, и Лока не будь дураком делает то же самое. Правильно толкает и правильно подходит. Идет прятать мячик направо. Вот и играет теперь интеллектуально. Нет, ну, как ни странно, сажание той коровы на мяч, это не интеллектуальная игра от Ситара. Он, наверное, не будет согласен с этим. Но вот, например, там на эту тему Адан говорил, и я с ним согласен. И не только Адан, кто-то еще говорил. Швед, по-моему. Я с ним не согласен, что в этом плане Ситара вообще, конечно, дал йогу. Маг не сыграл. Это ультрапровальный маг. Это вообще маг был на шару. Сильно на шару. То есть, это был реализуемый маг, но очень тяжело реализуемый. То есть, видимо, маг либо с блицеванием в край и ассистами, либо блицеванием вот сюда. Для более короткого путя глава с Тагильным. Ну, глава с Тагильный... Вот это хорошая игра. Вот здесь круто сыграно. И 1-1. Ну, я не знаю, был ли это байт от Лока или банальный неправильный расчет клеток. Вот так вот. Но не получилось. В смысле, байт Лока удался, если это был байт. Вот так вот. Но мне что-то кажется, что клетки как-то подсчитаны были. Странно. Но маг мне не понравился. Я бы такого мага не давал бы. Мне кажется, маг был сильно на шару. Да, Лока, это был байт или ты дед, который не умеет считать клетки? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мне тоже нравится, как Ситар играет в целом. Но у него бывают такие моменты. Сейчас бы клетки считать, вы че? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Развиваться как тренеру. А Ситар играет мало. Я, правда, не знаю, насколько мало. Может, я не совсем прав? У меня, кстати, опять твич на секунду падал. Я только сейчас заметил. Непонятно только с чего. Но хочу зайти в экстра армс бот и посмотреть кое-что. Мне стало интересно. Хочу глянуть историю Ситара. Сколько он играет игр в ладдере, примерно. Вот так, сейчас. Я никак не могу найти... А, все, нашел. Экстра армс бот. Сейчас посмотрим. Там пока ничего интересного, кроме избиения. Этот драйв Локу уже не отдаст, я надеюсь. Ну, в смысле, мы разные видели, но я думаю, уже не отдаст. Лока дал один шанс, больше он обычно не дает. Ну да, ребята. То есть, смотрите. Ситар... Я правильно говорю, что Ситар заржавел. То есть, в прошлом сезоне он сыграл 31 игру. До этого он сыграл две игры в 37 сезоне. В 36 сезоне Ситар сыграл четыре игры. В 35 сезоне Ситар сыграл 21 игру. В 34 сезоне Ситар сыграл... Ёб твою мать! Так что происходит? Лол! Лол! Извините, пожалуйста, за вот это вот просто... Вау! Нет, ну голова работает, конечно, я все понимаю, но как-то это... Да уж. Не, ну... Справедливо. Ладно. Ладно. Справедливо. Ля, лока! Ну залить-то было тяжело. Ну как так-то вообще? Не, ну не сложные кубы. Я согласен. С головой не сложные. Ля, лок, ты что-то вообще это как бы... Здесь, правда, хорошее проталкивание. Надежда на 1D. 2+, и 4+. Это, к слову, последний шанс на что-то хорошее. Просто, судя по команде, ты вроде как должен просто избить хоху и носить мячик по пустому полю. А вместо этого что-то как-то... Нет, ну шансы выбить неплохие. Типа, с реролом шансы отличные вообще. Ну вообще шикарно. Я ж говорил, не зали и в руки. Вот, знаете, вот так вот всегда бывает. Животному, животному в игре с интеллектуалом заходит. То есть вот есть один игрок, который борется за мяч, не качает к ловсу, пытается играть вот как бы по-умному. А другой просто такой, типа, знаете, мэкает, как вот эти вот козлики и просто блицует во все, что видит. И при этом получается. Грустно как-то. Ну, да, что поделать. Это оправдание, Лока, это оправдание. Ну, правда, здесь еще не так просто забить мяч. То есть надо еще покидать, не стоя на три рерола. Гол как бы не не сверхочевидный, мне кажется. вообще по-хорошему видимо надо бить коровой, чтобы освободить на вкладку рерол коровы! Ах ты ж сука, а? В смысле, как же везет опять Лока? Корова почти подвела. Освободили силовика на гол. В него там понятное дело будут кубы, типа, красные, например. Вместо ловкости у хаоситов есть мутации. Ой, да, это не то. Нет, но одна Агила нужна по-хорошему. От одной Агилы почти в любой команде не отказываются. Такими темпами можно сказать, что и хмыри эльфы в душе, что хотят Агилу. А на профи кидается Лонар? Нет. Поэтому профи так классно смотрятся на зверя Нурдл, например. Очень хорошо играет Хоха, но кубы говорят не сегодня. Прямо обидно за Хоху. Вот он что-то пытается, старается, думает, как-то там правильные вещи делает. А, лок такой типа кек W и прокатывает при этом. Ну, живи, пятиагильный. Живи. Отдавай всю клапсу лока. Ну, игра лока не наказала. Лока в этом матче сделал две. В первом тайме лока сделал две реально серьезных ошибки уровня комбинатора, но игра сказала нет. Ну, ладно, я вру. Комбинатор бы так не сделал. Две ошибки уровня арткости. Вот так вот. Знаете, что-то есть в нем от арткости. Вот так я бы сказал бы. Не в обиду арткости, конечно. или я должен был сказать не в обиду лока. Неважно. надеюсь, что хохот что-то изобьет на лося, ну, какие-то такие. Не знаю, на мой взгляд, крайне обидный драйв для для хохи. То есть, если говорить чисто о позиционке, хоха как-то смотрелся, ну, это посимпатичнее, что ли, если можно так выразиться. а получилось как получилось. Ну, что ж поделать? Ну, это правильный фол, потому что терять-то особо нечего. Ситуация и так, в общем говоря, не очень веселая. Да я сомневаюсь, что на гагры взял бы на тамбе елу. Не надо так про него. Он, он все-таки не такой animal. В смысле, не, 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 не такое как-то, не такой сверх хищник. Вот так я бы сказал. Но, лока выпал блиц с очень приятным запинованием. И еще я в ту сторону, где поменьше других хаоситов. Ну, что-то как-то, конечно, грустно. Корова пошла на 4+. Да. Обидно как-то. это, ребята, вот так и бывает. Ты один раз, нет, ладно, не вру, уже два раза. Ты два раза заменяешь флибустьера, а карма помнит. Понимаете, о чем я? привет, ситар, мы тут тебя сегодня вспоминали. ногогрыз. Ногогрыз. да, 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 ситар опоздал, как обычно. Не, ну, у Хохи неплохие шансы здесь отбиться, несмотря на Блиц и всю остальную хрень. вопрос в том, как Лока продолжит сейчас кидать Даджи и все остальное прочее. Мы смотрели сегодня Ридорокса Индику. Мы смотрели Кащея против Демиурга. И еще мы смотрели, как Колян напихал шесть мячей бедному парню в среднем дивизионе. Там прям совсем было страшно. Да, надо было дожить козлом и идти в мяч. А ты не пошел в мяч? А, ты дал Блиц? А, ты за воде? Ну, пастыш будет по геле. Типа, ну, не знаю. Я бы в мяч шел. А вместо этого какой-то так себе Блиц, какой-то такси-удар в 1D. Ты бы видела, Ситар, как Лока два раза ужасно сыграл в первом тайме. Прям вообще. Прям стыд-стыд. Правда, игра простила. Особенно во второй раз. Во второй раз прям игра как-то слишком сильно простила. С этим два плюсом и шестерочкой в мяч. Сыграл два раза ужасно и забил Дай, Ситар. Ты не поверишь. Ааааа, ты ж, сучара. Блин, вот это обидно. Ну, не заслужил этого Хоха. Игра, пощади. Ты не планируешь в ладоре что-то клавсовое дать мне особо? Я пока ничего не планирую. Нет, ну, корова высокая. Ну, не знаю, ну, Лока в этом матче игра просто дает дайсы. Я бы даже больше сказал, в этом сезоне игра дает Лока, ну, если не все, то многое. то есть это уже не первая игра в этом сезоне, где Лока откровенно дайся. Лол! Ты пойман за руку как дешевка. Ты дешевый вор и главное лжец. Дешевка. Ты дешевый подлец. Ты дешевка. Вот так вот. Вот это хорошо. Вот это пахнуло справедливостью. Правда, не уверен, что это спасет. Сработал стрипбол. Да это скорее сработал блок-пасс. Или просто блок. Парам-парам-пам. Ну, как тебе сказать, по-моему, вероятность перехвата все-таки как бы хотя, ну, ладно. Ладно. не, подожди. Можно, можно намного проще. Там же было самбо 2D 4 результата. Ой, блин. У меня клавиатура тупнула. Ну, в принципе, ладно. Ладно. если говорить про эролку, макетики. Одни, одни отскучники. Знаете, знаете, вот как Хабиб называет некоторых людей этими очкошниками, а лока у нас отскучник. Не так вот. Ну, кстати, я не уверен, что в этой ситуации гол будет забит. То есть, ну, там, в принципе, дайса, ладно, двум дайсам может быть даже и не бывать, но одного дайса в мяч не миновать. Жидноватый рерол. Хотя я понимаю его смысл. Я, правда, думал, что а, он хочет дать пас типа туда. А я думал, он типа задоджит, блицанет в клавсу и забежит по флангу. Опасная игра. Прокатило. Ну, так мячик, да, получше сохранен. Я бы, я бы, я бы скорее давал бы блиц вот сюда головастым. А воинам кидал бы гф еще потом. Ну, окей. Но, в целом, прокатило, такл лежит там. До мяча добраться тяжело. То есть, ну, не, ну, если два дайса будут, вопрос в том, найдется ли там все остальное. Корова, кстати, перехватом взяла себе левелап. Лока, а корова блок поймала на левелапе? Или ты лох? Давай уточним. Нет, ты лох, понятно. Ну, ладно. Нет, что-то как ситар. Вот ситар молодец. Вот ситар знает, что нужно коровам. Вот так вот. Корова поймала блок пасс. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Не, ну, мне нравился Харви булок, это корова ногогрызова, у которой был додж, голова, БТ. Она хорошо смотрелась. Два плюс. Лока не тратит последний реролл. Это правильное решение, потому что он так и так сейчас заставит забить Хоху, а реролл понадобится на на развязку матча. У тебя у коровы там что? А, это под некоторым углом у нее какая-то это дырка есть, по-моему. я имею ввиду в теле. Так. Приятный пробой, но Сталингов все... Ты че? Ты че, пес? Какой Сталин? Нет, ну, ладно, но че-то как-то душновато. че это за Сталин? Тебя давно не наказывали, что ли? Или ты так типа вытягиваешь рероллы у лока? Ну, не знаю, не знаю. Я к таким Сталингам отношусь довольно негативно. но мне не нравится Сталинг тем, что если ты вдруг все-таки кинешь три плюс и шестерочку, и мяч улетит за поле, то гола может и не быть. Я про это. Ну, ты правда че-то это. Ты че-то ноу-болс. Вот. Не, ну, трехходовку разыграешь, наверное. Трехходовка для хаоса. О! Но если бы ты играла среда индика, то стопроцентно залетела бы. Уточни. Че-то как-то хохи очень мало на поле, вам не кажется? Я понимаю, что там немножко спрятались козлики? Минус два всего? Ну, ладно, но не знаю, как-то как-то все равно по ощущениям их мало было. Может, чисто вот так вот на вид. Ну, двухходовку хаосу разыгрывать все-таки значительно сложнее, чем это. Не, ну, в минус один хоха, ладно. В принципе, играбельно. Особенно за счет агильного козла. В принципе, шансы есть. Я-то включил лока реплей где-то на пятнадцатый ваш ход, поэтому я не знаю, чем кончается. Лока, я надеюсь, ты будешь брать ПОшку на всех клавсовиков. Ну, ладно, на корову можно и не брать, наверное. Ты все-таки не крыса. Снимают потихоньку игроков на то, чтобы они забежали на гол. коровка. Коровка что-то весь второй тайм подводит. Она как сделала перехват, перестала показывать что-то достойное, только тупит. да, не хватает лока сейчас паса, точности, сильной руки, агилы. Думаю, надо все это набрать. и показывать скиллуху. как-то пока все так себе. Да, пошла охота. Классный вот этот игрок, конечно, мне очень нравится. все, кроме ниглы, ребят. Все только убежали налево, что дали простой гол справа. Ну, в смысле, реально справа забить проще всего. То есть вот сейчас вкладка воину делается, теоретично, например. И там будет совсем непросто сыграть. Вот это правда не очень. Я не понимаю, а как воин будет прикрыт? Так, рерол обязательный. Или он просто здесь останется. Просто что-то как-то счет как-то просто 2D как окей, окей, ладно. Простые 2D сказал Саша и Лока кинул автопуть. Окей, окей, ладно, принято. Закрыл, закрыл. Нет, ну 2D сейчас есть. Только через Dodge 3+. Гардом имеется ввиду. Тут весь вопрос кинет гард, не кинет гард. Да, это правильно. кинул. Только вставать надо было сюда. Это косяк. А, ты решил... Басты, это какой-то новый стриминговый сервис. Бусти это не стриминговый сервис, это что-то типа патреона, только русского. Я бы лучше кидал бы здесь 2+, Dodge и толкал бы в бок и уходил бы более простой траектории. Как-то... То есть, если у меня был бы Dodge, я бы сыграл бы так же как Коха. Но так как у меня... Да я понимаю, что хотим от зачетки толкать, я понимаю. Спасибо за поддержку. Я просто говорю, мне всегда кажется, что без этого стоило лететь по-другому, попроще. Ну, окей. Ну, хотя бы ничья. Ладно. Там считать надо, что, правильнее? Ну, я и больше отталкиваюсь на... Как это правильнее сказать-то? На личные ощущения. Ну, интересный матч получился. Ну, спринты 13-0. Не, хороший матч, хороший. Прям... Я считаю, что ничья справедливый результат. По крайней мере, чисто по моим ощущениям. Я понимаю, что справедливость и... и это немножко несовместимые вещи. Вот. Но мне кажется, в этом матче ничья это хороший результат. Ну, да ладно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова